Продолжение следует... Другие описывают предметы, третьи называют их действия. Что общего между словами каждой группы? Что они обозначают? На какие вопросы отвечают? Слова каждой группы имеют общее значение. Слова первой группы называют предметы. Второй – признаки предметов. Третий – действия предметов. В русском языке все слова делятся на большие группы, части речи. В зависимости от того, что обозначают, на какие вопросы отвечают, какими признаками обладают, какую роль играют в предложении. Шубы, шапки и цветы, гвозди, люди и коты, носороги и слоны, джинсы, майки и конфеты, реки, города, планеты – называются предметы. Ах, какие слова восхитительные! Имя существительные – это часть речи, которая отвечает на вопросы «кто» или «что» и обозначает предмет. Отгадайте загадку. Отгадать легко и быстро. Мягкий, пышный и душистый. Он и черный, он и белый, а бывает подгорелый. Это хлеб. Какие слова помогли отгадать загадку? Мягкий, пышный и душистый. Черный, белый, подгорелый. Это имена прилагательные. Они обогащают нашу речь, делают ее более яркой и выразительной. Имя прилагательное – это часть речи, которая отвечает на вопросы «какой», «какая», «какое», «какие» и обозначает признак предмета. Рассмотрите рисунки. Ответим на вопрос. Кто что делает? Как называются слова, которые называют действия? Это глаголы. Послушайте стихотворение. Попробуйте найти в нем глаголы. Я страшное дело, какой деловой. В любые дела ухожу с головой. Задачи решаю, на скрипке играю. Сынишку соседке в коляске катаю. Я пряжу мотаю и хлеб покупаю. На стадионе голы забиваю. Глагол – это часть речи, которая отвечает на вопросы «что делать», «что сделать» и обозначает действие предмета. Как определить, к какой части речи относится слово? Действуй по алгоритму. Первое. Поставь вопрос к слову. Второе. Определи, что обозначает слово. Предмет. Признак предмета. Действие предмета. Третье. Назови часть речи. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует...